В Красноярске снова ограничат скорость для самокатов. Сегодня представители администрации города, ГИБДД и прокатчики подписали новое соглашение. Скорость снизить в парках, скверах и набережных. Для удобства пользователей появилась интерактивная карта ограничений. Так, например, практически по всему центру на двухколесниках можно будет ездить со скоростью не более 20 км в час. То же правило действует в парке Трое, скверах Паниковка и Победителей. А ограничение в 10 км коснется центрального парка Ивантового моста. В 2022 году возникла потребность на некоторых общественных пространствах города, учитывая количество пешеходов, ограничить скорость движения до 20 км в час, 15, а также 10 км в час. Данная интерактивная карта будет размещена на сайте администрации города Красноярска. Любой желающий может с ней познакомиться. Госавтоинспекция до этого года никакой статистики не вела по средствам индивидуальной мобильности, но начинает набирать этот темп. На данный момент зафиксировано 21 происшествие с самокатом, в котором ранено 6 человек и, по-моему, у нас даже один погибший есть. Всего под ограничение попадут несколько десятков зон. Работать это правило будет автоматически. Самокаты настроят таким образом, чтобы двухколесник сам сбрасывал скорость в специальных зонах. После того, как пользователь покинет территорию ограничений, скорость возвратится до максимально возможной 25 км в час. Кроме того, в ГИБДД, напоминают, прежние правила тоже нужно соблюдать. Кататься на электротранспорте может только один человек, а переходить дорогу нужно пешком, ведя двухколесник рядом. Я надеюсь, в августе у нас получится такой социальный проект провести. Там мы рассказываем, как правильно и безопасно можно передвигаться на электросамокатах. Конечно, нам бы хотелось, чтобы красноярцы как можно больше культуривались передвижением на электросамокате. Мы нанесли визуальное обозначение Паракова, для того, чтобы было более понятно, где можно было оставлять электросамокаты после завершения аренды.